Только не забывать, не отрываться от того, что это все исходит от Творца, для того, чтобы у тебя была возможность обратиться к Нему, чтобы у тебя была причина обратиться к Нему. Это имеется в виду, что в любом случае ты не должен бороться против самих помех, а как раз благодарить за помехи, потому что у тебя есть из этого больше хессарон, чтобы обращаться к Творцу. То есть без помех у тебя не было бы связи с Творцом, и поэтому преодолевать помехи – это не то, что ты смиряешь их, отменяешь их, не то, что ты уничтожаешь их, это вообще нет, а ты над ними строишь связь с Творцом. Это называется, что все прегрешения покроют любовь. Насколько будут раскрываться прегрешения, все больше и больше ты сможешь над ними укреплять свою связь с Творцом. Только над помехами. И так мы должны учиться также в течение нашей жизни, насколько мы получаем помехи. Это не помехи от товарищей, не помехи от супруга, супруги. Это не помехи даже от наших врагов, от наших соседей. Врагов – это все помехи только от Творца на разных уровнях. И мы должны знать только, как работать с ними. Не фронтально против них – это глупо. А обращаться к нему, чтобы он отменил их, эти помехи, и дал бы нам вместо этого силу подниматься над ними, подниматься над ними, соединяться с Творцом над помехами. «Все прегрешения покроют любовь». Хорошо. Ладно. Центр один. Наоборот, есть такое ощущение, что я… Это потом расскажешь. У тебя вообще есть слишком большая уверенность. Так что делать, когда я чувствую, что я управляю своим желанием получать? Смири себя перед товарищами. И тогда ты очень много заработаешь. Выиграешь. Петахтикова 35. Петахтикова 35. Продолжение следует...